В Балакова приехала выставка белорусской обуви. Выступающая косточка с широкой стопой. Для фабричной белорусской обуви это не проблема. Здесь представлены мужские и женские ботинки. Кожа натуральная, за счет чего очень хорошо тянется и принимает форму ноги. А меховые модели из натуральной овчины сохраняют тепло и комфорт даже при самых сильных морозах. Добрый день, а вы продаете? Да. Балаковский репортный канал. Скажите, пожалуйста, вы можете Александр Завод? Да. Как-то подтвердить, что это ваша обувь белорусская? Без комментариев, это все никому нет. Почему? Нет, я зашла. А кому? Я же вас спросил. Вы не продаете? Нет, на. Вы сейчас мужчине продавали? Он не взял, все. До свидания. Кому до свидания? Вам. Вы продаете товар, я с вас прошу сертификат предоставить. Дайте, пожалуйста, сертификат. Вы утверждаете, что это белорусская обувь. Надо, надо. Предоставьте мне сертификат. Я сейчас по три прыгну сюда вызвал, девушка. Вызывайте там, хотели. Ну вы штраф хотите или что? Нет, пусть будет штраф. Вы продавец, несете трудовые отношения. Я ничего не несу. Ну вы же сейчас утверждали мужчине, что это белорусская обувь. Витебск, там, Лицк, что-то. Это же Китай, у вас все лежит. Правильно я понимаю? У вас даже на этикетке под белорусской этикетке написано Китай. Камера может быть сейчас не середак. Смотри, здесь написано, ну все, Беларусь, Беларусь заклеена. Но написано страна Китай, там на предыдущей. Но видно, что она просвечивает Китай. Да, видно Китай. Если они просто обманывают людей. Вот, получается, здесь наклейка Беларусь, Витебск. И здесь же вот наклейка Венчжоу. Ну видно, что это Китай. Просто на разных даже фирмах не может быть одинаковые наклейки. Вы вас здесь наняли или вы откуда-то приезжаете вместе с самой ярмаркой? Приезжаем. Ну вы же знаете, что торгуете в Китайской обуви? Ну честно. Все ей торгуют. Ну я понимаю, но можно торговать, никто не против Китайской обуви. Фабричный Китай, напишите. Ну да, в чем вопрос? Почему надо вот Беларусь водить бабок в заблуждение, что это Беларусь? В Беларуси четыре фабрики. Это не ко мне. Ну как не ко мне. Я продавец. Вы осознанно идете на... Поймите, что сейчас какой-то есть и штраф, мы сейчас выпишем, вызовем администрацию, полицию. Вы будете платить. От вас от хозяина открестится моментально. Ему проще вас поменять, чем заниматься вот этой вот. Правильно? Ну, может быть. Тоже, пожалуйста, меня не снимайте. Я, к сожалению, вас снимаю. Тут даже вот видно, что это Китайская. Юшень. Вот. Это белорусский юшень. Надо кем быть, чтобы за трешку купить вот эти... Положи меня в гроб. Куральная кожа. Это просто из вот эко-кожи. Даже не эко-кожи. Германтика эта дешевая. Угу. Такое отношение к коже и клееной. Клееная ткань. Многослойная. И, между прочим, она уже как-то отходит. Как будто и... Если на маленьких они переклеили, соответственно, все ерунки, этикетки, то на большой коробке, в которой несколько обувных коробок, вот та же самая Фафала. Здесь прямо написано черным по белому Китай. Так, написано... Жень, Жанг, Джинг, Трейдко, ЛТД, Дезиран. Блин, такой адрес. Роуд, ну, какие-то заводские районы Китая. Да, видно, что это сапоги вот. Где это Фафала? Вон там. А где Фафала? Вон Синяя коробка. Фафала Синяя коробка. Давайте пойдем. Превратились у нас... Вот они, Фафалы. Вот они, Фафалы. Тут же они превратились у нас в белорусскую обувь. По цене 3 900. За 3 900, сами вы прекрасно знаете, на Алиэкспресс эти тапки можно за 700-600 рублей купить. Никакой кожи здесь написано, натуральной кожи. Никакой здесь кожи отродясь нет. Это обычный дельмантин вообще. Здесь же попало. В общем, обманываются. Я тут коронаты нашла. А здесь вообще не пойми кто здесь. Какой-то Триян. Триян, Фунджен, а, Бейджинг. Да, Бейджинг. Вот, соответственно, тоже. Это коронаты. Коронаты. Отлично. Вот коронаты. Вот коронаты. Смотрим, превратился у нас коронат. Белоруссия полностью превратилась. Хочу отметить, это опять натуральная кожа. Опять цена 3 900, как под копирку. Что самое интересное, что все наклейки Белоруссии, они на разных, это же разный производитель, якобы белорусский, но наклейки на них все одинаковые. То есть, везде это Витебск, бедный Витебск, чем он досадил. Я думаю, сейчас белорусы все обидятся очень сильно, потому что обувь действительно белорусская, она качественная. Но, к сожалению, к этому она ничего отношения не имеет. Простой вопрос. Обувь китайская у вас? Есть и китайская и белорусская. Ну, у вас же везде наклейки Витебск, Беларусь. Беларусь или Китай? Ну, как? Китай или Беларусь? У нас есть и Беларусь, и Ярославль, и Китай. Нет, у вас на вывеске только Беларусь. На всех коробках стоит Беларусь, Витебск. Где у вас Ярославль? Покажите. Ярославский. Да. Покажите. Где? Это вот идет, на который Беларусь. А на самом деле Китай. Вы проверили все фабрики, все ваши названия проверили, все китайские, кроме Росвеста. Не знаете, что сказать? Вы понимаете, что вы обманываете людей? Как не обманывать? Вы сейчас меня обманываете. Говорите, что Ярославль, Беларусь, а там Китай. Ничего я не обманываю, не обманываю. Я как не скажу, что это важно. Я говорю, что это Китай. Что? И Китай, и Беларусь. А где? Покажите Китай. Можете Китай нам покажите? Какой? Вот это? Ну, у вас на них написано. Вот показывают женщины. Обувь женская, Беларусь, Витебск. Как купили? Как купили? У вас есть сертификат? Какой? Сертификат. Но китайский. Почему нет? У нее торговля, у нее декларация таможенная есть. Номер таможенной декларации. Она проходит обязательную сертификацию крупной партии. Как понять? Ну, что вы хотите? Я хочу понять, чем вы торгуете, и почему вы обманываете людей. Никого мы не обманываем. Ну, только что мужчина был. Вы сказали, что это обман, это не обман. Вы продаете в три, дорогая. Обувь, которая стоит 700-600 рублей. Вы как хотите можете продавать. Это ваше дело. Но если бы вы покупателя не вводили в заблуждение о том, что это белорусская обувь. Покупатели, не дураки, они все прекрасно знают. А зачем вы из них дураков тогда делаете? Я не делаю ничего никого дураков. У вас есть на вывеске? Нет, вы хотите скандалить, портить какого-то настроение. Нет, совершенно нет. Это вам удалось. А вы думаете, я ради этой цели что-то к вам пришел? Я не знаю, с какой цели вы сюда пришли. Я знаю, что вы... Вы нас хотите виноватым сделать? Я никого виноватым не хочу делать. А как? Просто объясните простую мозаику. Непонятно. Какую? Как у вас вся обувь, которая является, как вы говорите, Ярославль, Китай, является белорусской обуви? Такую мы купили. Вы как продавец несете ответственность за то, что вы реализуете. Если вы делаете фальсификат... Я реализую, если покупатель, любой покупатель, который мои, Пусть один покупатель мне показывает, что я его обманываю. Я говорю, где Китай, где... Я сейчас найду вам такого покупать. Найдите. Найдите. Конечно. Да ну вот найдете. Обязательно мы напишем заявление. Иди сюда. Сейчас придет потребительский рынок, и вы с ним поговорите. Что по этому поводу? Аккуратно. Это не нас отправляют без маски. Так вот как сейчас они есть, так и отправляют. Что сказать? Мне только не снимать. Бесполезно. Я буду снимать. Ну тогда не буду рассказывать. Ну, может не рассказывать. А вы в качестве кого продавец? Вы как оформлены? Как продавец. Ну, оформлены? Да нет. Да нет. Да нет. Кроме вас здесь никого, да? Нет. Самый. Да. Когда мы пришли, девушка здесь зеленой куртки, она была продавцом. Парень подъехал позже, он не продавец. Ну, может, на какую-то другую точку. Товар нам отправляют из Москвы. Мы здесь, вот, у них покупаемые здесь продали. Сертификат они нам не дают, ничего не дают. Сейчас откуда я сертификат на вас нарусилю. Ну, как же у покупателей, если будут вопросы про качество? Не, вот смотри, брат, ты приходишь к товарищу, дай мне вот эти деньги, 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 они нам отправляют, ну, у них покупают, все. Нет, ну вы себя позиционируете как ярмарк белорусский, правильно? У нас есть и белорусский, и не белорусский, есть и одежда, и носки сейчас. Образно, чтобы сказать прямо, все полностью белорусский, это, ну, как могу я сказать?